Ровно неделя до самого ожидаемого поединка 2020 года в российском ММА. Дагестанец Магомед Исмаилов помирится силами с Александром Емельяненко. Этот бой пройдет в Сочи и возглавит 107-й турнир лиги ACA. На одной из заключительных тренировок Исмаилова побывал наш корреспондент Курбан Рагимов. Он узнал, с каким настроем один из самых ярких бойцов страны подходит к серьезному вызову. «Видишь, я начинаю работать даже через… Видишь, аккуратно, аккуратно, микрофон давай, раз запустил». Всегда веселый, он острый на языке, в то же время харизматичен. Магомед Исмаилов продолжает виртуальные атаки на своего соперника. До боя против Александра Емельяненко остаются считанные дни. «Будем выбивать из Александра его легендарность. Подколы и резкие ответы. Так два самых ярких бойца России подогревают интерес к своему поединку. Мастера трэш-тока уже почти год регулярно радуют креативом, но главные события ждут нас в октагоне». Этот бой не имеет аналогов в российском ММА. Основная особенность – весовые категории бойцов. Поединок пройдет в тяжелом весе, что привычно для Емельяненко. Исмаилов же почти на 20 килограммов легче, ростом он ниже на 18 сантиметров. Однако у лысого хищника габариты соперника не смущают. «Страшных каких-то травм нету. Вес сейчас 96 килограмм. 96,5 килограмм. Какой должен быть вес, чтобы именно в тяжах подраться с ним? Я считаю, что какой он будет, такой достаточно. Не хочу заставлять себя через силу есть не хочу, не доедать не хочу. Вот захотелось покушать – кушаю. Не хочется – не ем. А вес какой будет на тот момент, такой пусть будет. Ну, с молотком он переусердствовал. Да, 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 слишком даже. Конкретно возбудил он тебе шаг. Все. Это в роли. Кому будет бивать последнее. Основная часть тренировки Исмаилова закрыта для видеокамер. У него есть домашние заготовки, которыми боец намерен застать своего рослого и тяжело бьющего соперника врасплох. Дагестанец, так же, как и его оппонент, настроен крайне серьезно. Если он начал тренировочный процесс в Ахмат, да, и глава Чеченской республики Рамзан даже, ну, имеется в виду, уделял ему внимание, думаю, он максимально, ну да, я думаю, это самый максимально серьезный подход к тренировочному процессу в этой его подготовке был. Да, и он вот сейчас, то есть недавно в нашем перекрестном интервью, он заявил, что это лучшая его подготовка, лучшая его форма за всю его карьеру в смешанных единоборствах. Так что, это именно то, чего я хотел. Нет, мы идем побеждать лучшую версию. На следующей неделе в Сочи в Актагон войдут еще четыре дагестанских спортсмена. Большая часть подготовки бойцов попала на эпидемию коронавируса. Лишь за месяц до боев они смогли собраться в зале. Один из столичных фитнес-клубов сделал для профессионалов исключение. Поначалу, вспоминает Гаджумрат Хирамагамедов, приходилось тренироваться на свежем воздухе, в парках и в горах. Победа над Абубакром Вагаевым приведет нашего микс-файтера к титульному поединку в полусреднем весе. В Дагестане уже поехал в горы. В горах был первый день недели. Там крус физически укреплялся. Потом уже здесь остальные месяцы уже проходил Махачкаля. В эти дни спортсмены плавно приступают к сгонке веса. Боец клуба «Крепость» Курбан Тагибов идет на серии из десяти побед подряд. Две из них одержаны в лиге ACA. Успех в следующем бою позволит полулегковесу войти в круг претендентов на чемпионский пояс. Мой соперник – это Рамазан Кишев. Я его смотрел в бои. Хороший, крепкий парень. Я готовился на войну, как всегда. И будем траться на талаву. Что даст тебе эта победа? Это еще одна победа в мою копилку. Еще на один шаг ближе к поясу. Победа многое дает. Турнир ACA 107 пройдет 24 июля в Сочи. В курортный город спортсмены отправятся уже через два дня. Вечер боев возглавит поединок Емельяненко и Смаилов. Это событие однозначно не оставит равнодушным никого. Курбан Рагимов, Магмед Абдулмуталибов и Муса Салгиреев. Телеканал ННТ. Махачкала.